Я являюсь модератором третьей сессии, зовут меня Оксана Дирешева, я возглавляю департамент листинга и первичного рынка биржи. И сегодня со своими коллегами по совету сегмента СПБ и юниоры мы вам расскажем о тех требованиях, которым необходимо соответствовать юниорной компании, решившей привлечь капитал посредством размещения своих ценных бумаг на бирже. В своем кратком вступительном слове я хотела бы рассказать, не углубляясь в детали о тех требованиях, которые были разработаны, а начать хотелось бы с той большой работы, которую биржа провела до текущего момента для того, чтобы сделать сегмент удобным, функциональным, как для имитентов, которые будут привлекать инвестиции на этой площадке, так и для инвесторов. Инвесторы на этом сегменте могут работать только квалифицированные. Как мы уже с вами обсудили, действительно сложно работать с неподготовленным инвестором, поэтому мы сфокусировались именно на квалифицированных инвесторов, понимая, что в юниорных проектах очень высокие горные, геологические риски, а также риски, связанные с ранними этапами развития тех самых юниоров. Хотелось бы поблагодарить наших партнеров по созданному сегменту. Это компания «Палартик Капитал» и «Росгеология», которые вместе с биржей как раз-таки все последнее время, а мы стартовали в марте 2022 года, до этого еще, наверное, год, мы занимались проработкой нормативной базы, которая позволяет сегодня имитентам использовать не только требования, которые зафиксированы в правилах листинга, но и мы подготовили еще методические рекомендации, называемых условно «белой книгой» руководства юниоров, которые содержат в себе нормы рекомендательного характера. С одной стороны, это мягкие требования, которые мы настоятельно будем рекомендовать использовать юниорам для того, чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность для будущих рыночных инвесторов, которые будут покупать ценные бумаги на торгах биржи. И, наверное, приступаем уже к содержательной части нашего сегодняшнего заключительного мероприятия. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. Собственно, суть этого слайда заключается в том, что прежде чем зафиксировать требования в правилах листинга, мы достаточно скрупулезно изучали международный опыт. То есть мы не оторваны от юниорного биржевого рынка, мы хотели, собственно, создать свою площадку с опорой на международный опыт. Но понимали, что простое копирование и перевод норм, которые содержатся в правилах международных юниорных бирж, это будет неэффективно, да и мало, наверное, применимо в рамках российской реальности. Поэтому нормы мы постарались адаптировать под ту специфику, которая есть на российском рынке на текущий момент. При этом, если вы посмотрите в заключительной колонке, которая фиксирует как раз-таки сходство и расхождение с международными требованиями, то вы легко увидите, что большинство норм коррелируют напрямую с тем, что предъявляют и в Канаде юниорные биржи, в Австралии, в Лондоне и в Гонконге. На этом слайде мы хотели продемонстрировать, что у юниорных компаний ранних этапов развития есть возможность привлекать инвестиции непрерывно на самых ранних этапах, то есть на этапе ГРР и на этапе организации производства. Как уже звучало в предыдущей сессии, у нас расширительное понимание юниора, то есть это не только те компании, которые занимаются разведкой, но и те, которые приступили уже к девелоперской стадии и строят горнодобывающие предприятия для будущей добычи полезных ископаемых. И основное, что содержится в наших требованиях к юниорам, это, собственно, возможность привлечь инвестиции для продолжения либо геологоразведки, либо для строительства как раз-таки будущих ГОКов. То есть это возможность как раз-таки развивать бизнес, а невозможность зафиксировать прибыль для основателей юниорной компании. Основные участники того процесса, который мы будем продолжать выстраивать, это, собственно, юниорные компании, которые будут размещать свои ценные бумаги. Квалифицирующие агенты – это неотъемлемая часть инфраструктуры, обслуживающая юниорный бизнес. И, собственно, до того, как юниор придет на биржу и подаст нам заявление на листинг, наверное, не побоюсь этого слова, да, много месяцев, а то и лет придется этому юниору поработать с квалифицирующим агентом, потому что перевести геологическую информацию на язык, доступный и понятный инвестору, даже квалифицированному, это нужно суметь сделать. Потому что все отчеты достаточно специфичные, и сегодня мои коллеги подробно расскажут о том, что из себя представляют подобные технические документы, каковы требования для раскрытия технической информации для юниоров, которые будут предъявляться в этом сегменте. И инвесторы. Безусловно, без инвесторов этот рынок не состоится. Как я уже сказала, только квалифицированные инвесторы будут иметь возможность проинвестировать в юниорные проекты свои средства. Такими квал-инвесторами могут быть как физические лица, так и институциональные и стратегические инвесторы. И, собственно, мы, понимая весь массив выданных лицензий в Российской Федерации, рассчитываем на широкую воронку привлечения юниоров и тщательный последующий отбор самых лучших из тех желающих юниоров, которые будут претендовать на биржевой листинг. По нашим оценкам, в среднем, наверное, только одна компания из 30-50 сможет получить акцепт и подать в будущем заявление на листинг. В год, опять же, Андрей уже говорил, что в Канаде размещаются еженедельно 3-4 проекта. Мы полагаем, что в России мы будем идти шаг за шагом. 5-50 эмитентов – это какая-то среднесрочная перспектива, но, тем не менее, мы будем идти в эту сторону. В чем специфика этого слайда? Хотелось бы подчеркнуть нюансы, которые есть у эмитентов на каждом из этапов, когда эмитент может выйти на биржу и привлечь инвестиции. Если мы говорим о юном эмитенте, который находится на этапе ГРР, то инвестиции он может привлечь только в форме акций, потому что нет еще никаких денежных потоков и говорить об обслуживании долго будет рано. Если говорим об организации производства, то здесь мы уже допускаем, что инвестиции могут быть привлечены как в форме акций, так и в форме облигационных займов. Есть требования к минимальному фрифлоу, то есть требования к квалификации той команды, которая находится внутри юниора. Есть требования по капитализации, по сумме привлекаемых инвестиций. Но чтобы не занимать ваше время, все материалы будут доступны потом на сайте организаторов, можно будет с ними ознакомиться. И для тех, кого это заинтересует, мы готовы уже вступить в диалог и внимательно все проговорить. Как устроен сегмент СПБ юниоры? Как я уже сказала, задолго до того, как юниор подаст заявление на биржу, ему необходимо поработать с квалифицирующим агентом. Квалифицирующих агентов у нас пока два. Это Палартик Капитал и Росгеология. Список не является закрытым. Собственно, мы готовы рассмотреть новых потенциальных кандидатов в квалифицирующие агенты. Но полагаю, что мы захотим, чтобы данная компания получила рекомендацию от действующих членов совета сегмента, для того, чтобы наш отбор был качественным. И мы понимали, какого уровня специалисты будут отбирать потенциальных юниорных имитентов. После того, как компания прошла подготовку совместно с квалифицирующим агентом к квалифицирующей процедуре, сейчас не буду останавливаться детально, об этом расскажет Андрей Новиков, который будет выступать после меня. Заявка подается имитентам на биржу и рассматриваться она будет двумя совещательными органами при бирже. Собственно, не секрет, ни на одной бирже нет горной геологической экспертизы, поэтому мы не случайно сформировали отраслевой орган. Это совет сегмента, членов которых вы сегодня видите в нашем президиуме. У нас еще есть рыночный орган, это экспертный совет по листингу ценных бумаг, который также после того, как вынесена положительная рекомендация советам сегмента, приступит к рассмотрению юниорной заявки. И только при наличии двух положительных заключений биржа уже будет принимать решение о листинге ценных бумаг юниорной компании. В случае размещения акций на бирже компания может привлечь до 75% от объема средств, которые требуются для бюджета развития на этапе ГРР, имитенту. А на этапе организации производства вплоть до 100% от бюджета развития может привлечь имитент, как я уже сказала, в форме акций или в форме облигаций. Что будет с юниором после того, как он повзрослеет? Собственно, все то же самое, что на международном рынке происходит. В 80% случаев юниоры заканчивают свою деятельность поглощением со стороны мейджоров. Такое возможно. Либо компания разовьется и продолжит самостоятельно вести горнодобывающий бизнес, извлекать полезные ископаемые, осуществлять их переработку. Поэтому то, что будет потом, оно в последнем сегменте на этом слайде изображено. И мы хотим расширить через какое-то время круг инвесторов в те ценные бумаги, которые будут появляться в сегменте СПБ юниоры. Каким образом? Мы хотим сформировать в будущем биржевой поевой инвестиционный фонд на корзину таких ценных бумаг. Потому что инструменты коллективного инвестирования не имеют таких строгих ограничений по кругу инвесторов. И полагаем, такая широкая корзина, которая позволит диверсифицировать риски, поможет розничным инвесторам также приобщиться к этой индустрии инвестирования. Но это опять же, когда у нас будет репрезентативная выборка, то есть через несколько лет. А для того, чтобы на первых парах российским юниорам не было одиноко в сегменте СПБ юниоры, мы приняли решение, что мы наполним этот сегмент одновременно с листингом первого российского юниора иностранными юниорными компаниями. Такие компании есть. Они как раз-таки из тех самых иностранных юниорных бирж, практику которых мы предварительно оценили и отобрали уже таких иностранных юниоров. Этот слайд тоже в деталях описывает требования в зависимости от этапа, на котором находится юниорная компания. Хочу сказать, что требования, безусловно, специфичны, потому что сам имитент нерядовой, он несет в себе определенную группу рисков. Остановлюсь лишь на нескольких требованиях, которые в обязательном порядке должны соблюдаться юниорной компанией. Во-первых, это требования по софинансированию. Софинансирование предполагает вхождение в капитал юниорной компании, во-первых, квалифицирующим агентом в объеме не менее чем 5% от уставного капитала. Помимо того, что квалагент входит в состав уставного капитала, его представитель должен войти и в совет директоров будущего юниора. И, собственно, войти также в комитет по аудиту. Несмотря на то, что юниорные компании действительно небольшие, размещаться бумаги будут в третьем уровне листинга. И формально комитентам из третьего уровня листинга требования по корпоративному управлению не принимаются в обычных случаях. Но, принимая во внимание специфику юниорного бизнеса, мы ряд норм распространяем и на будущих юниоров. То есть у них должен быть совет директоров, понятно, если акции не выходят в форме ПАУ. И там должны быть независимые директора. Как минимум один и как минимум комитет по аудиту должен быть сформирован при совете директоров. И вот туда как раз таки входит и представитель от квала-агента, и также он входит в комитет по аудиту для того, чтобы держать руку на пульсе и контролировать финансово-хозяйственную деятельность. В случае, если что-то пойдет не по плану, функционал квала-агента входит в обязательство как раз таки информировать биржу и раскрывать информацию для инвесторов на рынок, чтобы, принимая инвестиционные решения, все были в одинаковом информационном поле. Помимо того, что входит в состав капитала квалифицирующий агент, также функцией квала-агента является обеспечение привлечения при IPO-инвесторов в капитал юниорной компании. То есть это уже на плечи квала-агента ложится как раз таки поиск якорных инвесторов, которые помогут юниорной компании как раз таки дойти до стадии, когда биржа готова будет рассмотреть ее заявление на листинг. Соответственно, если мы говорим про привлечение капитала в форме акций, до 75%, как я уже сказала, в форме акций может быть привлечено. Соответственно, в объеме до 20% это вот та доля, на которую входят при IPO-инвесторы до момента подачи заявки на биржу. То есть вот таким образом реализуются требования по софинансированию. Также важным требованием является критерий по финансовой устойчивости. На момент подачи заявки на листинг, то есть мы понимаем, что вскоре уже пройдет первичное размещение ценных бумаг. Оборотного капитала юниора на стадии ГРР должно быть достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную деятельность в течение двух месяцев до IPO и в течение месяца после. Если говорим об этапе организации производства, то этого оборотного капитала должно быть больше на то, чтобы хватило этих средств на четыре месяца до IPO и на два месяца после. То есть для того, чтобы обеспечить поступление денежных средств со стороны рыночных инвесторов. Так, на чем еще мы хотели остановиться? Это, наверное, основное специфическое. Еще одним из элементов обеспечения гарантии того, что команда, которая выводит проект на первичное размещение, никуда не денется и будет находиться в одной лодке с рыночными инвесторами, является норма депонирования акций при IPO инвесторам до момента постановки запасов на баланс. И учитывая юниорную стадию эмитента, мы понимаем, что эта блокировка будет как минимум в течение двух-трех лет сохраняться. То есть после 50% акций, которые принадлежат таким при IPO инвесторам. То есть это достаточно уникальная норма, которая заставляет тщательно подходить к валагентам и при IPO инвесторам к вхождению в капитал будущей компании, которая будет представлена для размещения на торгах в биржевой площадке. И, как я уже сказала, помимо жестких норм, которые закреплены в правилах листинга, вот все таблицы, которые мы с вами посмотрели, они как раз являются требованиями из разряда must-have. Обязательно должны быть соблюдены. Белая книга – это nice-to-have. То есть это те рекомендации, которые мы почерпнули из международной практики и старались как раз-таки через нормативное регулирование сегмента повысить инвестиционную привлекательность будущих юниоров. Эти нормы, на них идет ссылка из правил листинга. Они, безусловно, не являются достаточно жесткими, но к ним следует прислушаться, потому что там есть и рекомендации общего характера, есть рекомендации к повышенному объему в части содержания проспекта ценных бумаг, инвестиционного меморандума к договору, который юниор должен заключить с квалифицирующим агентом, к отчету о запасах, к проекту геолого-разведочных работ, проекту разработки месторождений, а также к финансовой модели. То есть все это направлено на то, чтобы оказать помощь и методологическую помощь будущим эмитентам, потому что не секрет, эмитенты, которые сейчас обращаются на биржу, им сложно сориентироваться. Они профессионалы в горном деле, а что касается рыночных требований и представлений инвесторов о том, что хотелось бы им видеть в документации, выходящего на биржу эмитента, им, конечно, сложно. Поэтому и здесь мы полагаем, что данный документ будет достаточно гибко нами использоваться. Во-первых, с каждым новым кейсом мы его будем дорабатывать, учитывая ту специфику, с которой будем сталкиваться на практике. На этом у меня все в обводной части. Контакты наши есть, всегда можно обратиться на биржу к квалифицирующим агентам. И я, собственно, с удовольствием передаю слово Андрею Новикову, для того, чтобы он рассказал более подробно о квалифицирующей процедуре. У вас, может быть, вопрос такой, почему Андрей Новиков в каждой сессии? На самом деле это как раз есть преимущество, потому что участники рынка, они передают свой опыт для того, чтобы создать рынок, удобный для себя самих и для других участников. А для того, чтобы исключить конфликт интересов, предусмотрен определенный механизм, о котором расскажет как раз дальше мой коллега из Росгеологии. Я сейчас хочу остановиться на квалифицирующей процедуре. Это инструмент, который так или иначе реализован во всех юниорных биржах. На Западе он более, так сказать, изощренный и включает сразу, помимо технической отбора компаний и технической составляющей, он включает в себя также инвестиционную составляющую. То есть это вот кто-то слышал, наверное, понятие такое SPAC. Это компании-пустышки, Shell-компании. В канадской бирже называются они CPC, Capital Pool Company. Это компания, которая создает, можно сказать, аналог квалифицирующего агента, то есть лицо, которое имеет определенную репутацию на этом рынке. Туда привлекают средства, и только после этого компания инвестирует в юниоров. И мы думаем, что в будущем, наверное, тоже так и здесь будет, тем более, что там две трети сделок с юниорами проходят именно так. Почему? Потому что у нас, как я говорил уже, и коллеги тоже говорили о том, что в Канаде происходит по несколько размещений в неделю, вот в окно инвестиционное осеннее и весеннее. И большинство из них по золоту. И, в принципе, для обычного инвестора они как одинаковые клоны просто, клон-армия, понимаете. Поэтому на практике в основном частный инвестор, он смотрит, в первую очередь, на того, кто продает эти бумаги. То есть здесь репутация крайне важна. И поэтому вся наша деятельность связана на то, чтобы создать репутацию как у сегмента, так и у имитента в этом сегменте. Для того, чтобы, если люди инвестируют в этот сегмент, в юниор, в этом сегменте, они понимали, что все, что написано, условно говоря, в этом кратком отчете биржевом на несколько десятков страниц, все это действительно так, ни больше, ни меньше. И, соответственно, на этом основании можно сказать, что это должная осмотрительность. Теперь давайте перейдем непосредственно к квалифицирующей процедуре, задача которой – это обеспечить предварительный отбор юниоров, повысить уровень прозрачности компании и уменьшить риски инвесторов как на момент первичного размещения, так и на вторичном обращении. Здесь Оксана уже рассказывала про устройство сегмента. Я хочу просто отметить, что квалифицирующая процедура затрагивает как первую часть до листинга, это касается отбора юниоров, так и подготовку к листингу к квалифицирующей процедуре, так и сам листинг. То есть контроль, такая обратная связь, фидбэк в сторону регулятора, в сторону организатора рынка от юниора. Собственно говоря, здесь про то, как квалифицирующая процедура позволяет решить вопрос раскрытия вот этих специфических рисков юниоров. Здесь главное – это вот эта диаграмма, которую как раз Александр Иванов предложил. И смотрите, сейчас у нас публичные горные компании, то, что называется мейджоры, это вот компании, которые находятся на четвертой стадии, на четвертом этапе добычи. Вот эта кривая, это в целом такой тренд по росту капитализации. Соответственно, инвестор, который хочет инвестировать в горную добывающую компанию, купить акции, у него возможность потенциального апсайда, она ничтожна. Если вы возьмете статистику, за 15 лет рост в среднем горнодобывающих компаний, в среднем, конечно, такие была волатильность жуткая, но 30%, то есть это 2% в год, если простые проценты. Если сложно, это 1 с чем-то процент в год, это меньше, чем даже самый срочный вклад. Поэтому имитенты вынуждены платить большие дивиденды. То есть с точки зрения инвесторов дивиденды это хорошо, но с точки зрения имитента это плохо, потому что они вынуждены поддерживать уровень капитализации высокими дивидендами, вместо того, чтобы инвестировать их. Потому что на рынках с устойчивой экономикой есть два фактора, которые влияют на рост компаний, что называется general investment, то есть зрелых компаний. Это рост экономики и рост секьютиризации экономики. То есть это большее количество денег на бирже. Вот у нас, к сожалению, в России это все неоднозначно. Соответственно, в этом преимущество юниора в том, чтобы инвестировать раньше и дать возможность биржевым инвесторам получить часть от вот этого апсайда, который начинается с поиска и оценки. Дальше в разведку переходит и дальше в development, то есть EPC, это engineering procurement construction. И, собственно, но здесь возникают риски, которые специфичны для этой ранней стадии. И вот они как раз какого плана? То есть они связаны с бизнес-принципами юниорной компании. Первое – это возможность получить лицензии, не заплатив за них большие деньги. То, что говорил коллега из регулятора Минприроды, она уже создана и очень активно используется сейчас. Второе – это гарантии в сохранении прав в пользовании недрами при соблюдении условий лицензии. Этот процесс, он сейчас тоже становится все более прозрачным. И как раз публичный путь дает дополнительный механизм для того, чтобы защищать свои права юниорам. И третий, наконец, это наличие рынка частных высокорискованных инвестиций в разведку с целью открытия месторождения. Это то, что тот сегмент СПБ-юниоры, который создала биржа, СПБ-биржа. Вот эти три составляющие, они и дают возможность инвестиций в юниорные компании. Но при этом у них есть типичные риски. И вот смотрите, здесь основные ключевые выделены. То есть первое – это неподтверждение промышленно значимого объекта. То есть что-то нашли, но в итоге это добывать экономически невыгодно. Второе – это есть какие-то вопросы с оформлением. Например, просто лицензия закончилась. И в итоге вы потратили уйму денег, а кто-то другой это месторождение купит на аукционе. Это второй момент. Третий момент – это некачественное проведение ГРР. Когда вы вроде работы сделали какие-то, но собрали пробы, и оказалось, что некачественная очень работа была сделана, и вы не смогли защитить его кондиции. Четвертое – отказ в государственной экспертизе результатов ГРР. Ну, тоже есть федеральный уровень, допустим, у алмазников – это государственная комиссия по запасам проводит экспертизу. А по золоту в основном это территориальные комиссии. Там тоже есть свои моменты. И вот как раз роль квалифицирующего агента заключается в том, чтобы, имея опыт отраслевой и вкладывая свои деньги, то есть, а, качественно отследить все вот эти нюансы, и, б, внести их в документы для того, чтобы юниор не только решил какую-то частную задачу, в единомоментную привлечение средств, но и смог устойчиво развиваться дальше уже внутри сегмента, как актив. Соответственно, здесь ключевым моментом, кроме компетенции, ключевым требованием к квалифицирующей процедуре и тем компаниям, которые ее проводят, является то же софинансирование. То есть, они должны отвечать, это не консультанты, они должны отвечать своими деньгами, грубо говоря, за базар, да? Ну так вот, если по-простому, то есть, и это обеспечивает тот самый юдилиженс, то есть, должную осмотрительность, которая фактически усаживает и юниорных основателей, и институциональных инвесторов, и широкий круг биржевых инвесторов в одну лодку. Как это происходит? То есть, если мы, биржа требует, что инвестиции, пока нет денежного потока, пока нет выручки, что инвестиции можно привлекать только на развитие компании, то есть, в кэш-ин. И это все там регламентировано, начиная с того, что надо подтвердить лицензии, то есть, инвестиции привлекаются только в те проекты, у которых есть лицензии, у которых есть положительная экспертиза, Росгеоэкспертиза на геологические проекты, у которых есть независимые отчеты, подробнее чуть рассказываем геологические по международным кодексам. И, соответственно, биржа требует необходимости и достаточности средств. В этом геологическом, в независимом отчете есть анализ тех расходов, которые компания планирует понести на то, чтобы провести работы георазведочные и подтвердить запасы в итоге. Соответственно, на этом строится модель компании. И дальше верхний лимит – это те средства, которые компания может привлечь. Вот этот серый квадратик – это вся сумма, которую компания потратила и может привлечь до того, как она подтвердит запас на тех лицензионных участках, которые включены в инвестиционный проект и, соответственно, включены в оценку компании. И дальше, соответственно, вот эти 5% – это то, что вкладывает квалифицирующий агент, это его собственные средства. Дальше, 20% еще – это то, что вкладывают, вот второй прямоугольник, это то, что вкладывают инвесторы до IPO. Это могут быть как и собственники, так и инвестициональные инвесторы, ну, в общем, кто угодно. И в итоге получается 25%. Соответственно, с вот этим багажом инвестиций юниор выходит на листинг. Вот момент первичного размещения, он указан в третьем прямоугольнике. Вот эта вот синяя часть, 75% – это те деньги, которые компания может привлечь на IPO. И дальше формируется вот такой пул имитентов. И, соответственно, вот эта часть, оранжевая, то есть 25%, половина, она получается, она имеет эквивалент в акциях. То есть, естественно, квалифицирующий агент принимает больше рисков, поэтому он за эту долю получает более низкую оценку и получает большую долю акций. Значит, IPO-инвесторы получают ниже, оценку выше, чем квалагент, но ниже, чем IPO. И в итоге для того, чтобы увязать их интересы с интересами широкого круга инвесторов, уже во вторичном обращении, половина их акций блокируется в депозитарии биржи или в депозитарии, значит, том, который биржа утверждает. Технически не буду останавливаться. Ну, то есть, и блокируется до момента, пока юниор не принесет подтверждение запасов, лицензию с правом добычи на этих участках. Требования к квалифицирующим агентам вы можете потом посмотреть, но я остановлюсь здесь на основном моменте. Это финансовые обязательства, которые я уже вам описал, и квалифицирующие требования к агенту. По сути, у квалагента должна быть компетенция в двух отраслях. Первая – это компетенция в финансовом рынке, и вторая – это компетенция в горной отрасли. Ну, что не логично. И, соответственно, как мы считаем, что нам нужна конкуренция между квалифицирующими агентами. На данный момент у нас пока две компании, к нам иногда обращаются. Мы рады всем, но самое главное, и мы приглашаем новых инвесторов стать квалифицирующими агентами биржи, но самое главное, чтобы вы понимали, что вот есть требования софинансирования. Это не инвестбанк, который консультирует, а потом, скажем так, говорит «до свидания». То есть, если на стадии general investment это можно себе позволить, потому что компания самодостаточная, то здесь нет. Здесь нужно сидеть и, как капитан корабля, последним уходить с рубки, если что. Теперь еще буквально осталось два слайда. Вот здесь немножко про этапы инвестпроцесса, именно по Lartic Capital, это компания, которую я представляю. В общем-то, здесь процесс очень похож на самом деле на венчурную компанию. То есть, самая ключевая работа – это deal flow, то есть, это сбор заявок и отработка этих заявок. У нас есть технология. В общем, это вот ключевой момент. Второй момент – это уже, как сказать, стратегия по фиксации прибыли. По сути, их две. То есть, в случае, если таргет по доходности у нас ниже, чем мы предполагаем, тогда мы фиксируем прибыль или выток быстрее. Если он выше, чем средние медианы, то мы будем, планируем находиться в акциях и получать дивидендную доходность. И, в принципе, планируем дивидендную доходность за 100% годовых. Здесь вот как раз один слайд. Я решил остановиться на разности оценки между старым рынком и новым рынком. Вот как я назвал. То есть, старый рынок – это то, что было раньше доступно инвесторам до создания биржи. То есть, это на стадии георазведки фактически основными инвесторами были стратеги, были крупные добывающие компании. И они рассматривали проект юниорный в первую очередь как банк лицензий, как минерально-сырьевую базу. Вот Тамара Головина потом расскажет про опыте полиметал. Я же хочу остановиться на нашем подходе. То есть, новый рынок воспринимает юниоров, которые сейчас только разведывают месторождение на весь цикл. То, что называется life of mine, на весь цикл отработки месторождений. И поэтому мы все так настойчиво пытаемся делать модели, привязывать их к оценке. Хотя это, конечно, обладает моделью низкой точностью. Но, тем не менее, мы понимаем, как дальше компания будет развиваться, если она будет самодостаточна. Если на Западе у нас большинство компаний юниорных, 80%, поглощаются после того, как они разведали запасы, то в России у нас, с одной стороны, все-таки рынок стратегов не такой большой. Во-вторых, с опытом именно инвестиций в юниоров. А во-вторых, у нас для того, чтобы поднять компанию с нуля, нужно просто на порядок больше усилий. Потому что совершенно ничего нет зачастую. Ни инфраструктуры, ни кадров, ничего. Поэтому люди, которые смогли дожить и добежать до стадии, когда уже идет более-менее прогнозируемый процесс, и когда есть возможность привлекать займы в залог, отдавая добычные лицензии, они хотят сами продолжать это дело. Но, конечно, мы надеемся, что постепенно доля M&D сделок будет расти. Но на данный момент мы рассматриваем компанию, вот прям даже вот были у нас сейчас примеры, там Михаил или Золотой Альянс, которые достаточно на ранней стадии. Вот мы их считаем и уже на момент, когда они будут добывающей компанией. Потому что кроме риска геологического и технического у нас есть риск экзекьюшн. То есть риск стартапа, иначе говоря. Как превратить маленькую команду в настоящий работающий бизнес. И с другой стороны, это определенная дополнительная нагрузка на юниора. Но основной ключевой момент, который дает участие, именно биржевой путь, в том, что в отличие от стратега, биржевые инвесторы не хотят связываться с контролем. То есть они готовы быть миноритариями, и вы, юниорные компании, сохранят контроль. И это ключевой момент в этом смысле. Но поскольку биржевые инвесторы будут миноритариями, то нужно защитить миноритариев. И вот как раз еще одной задачей квалифицирующей процедуры является обеспечение защиты миноритарных инвесторов. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. Мы передаем слово Александру Иванову, вице-президенту компании «Росгеология». Спасибо большое. Я, наверное, буду достаточно краток. Я расскажу про деятельность совета сегмента СПБ и неоры. По сути, это постоянно действующий коллегиальный орган. В его основные две задачи входят участие в достаточно большой части этапа квалифицирующей процедуры, где совет сегмента рассматривает документы на листинг, подготовленные юниорами, кандидатами на листинг, соответственно, обеспечивает проведение всесторонней экспертизы этих документов, и дача рекомендаций уже, соответственно, биржи для дальнейшего прохождения документов, для того, чтобы компания уже достигла цели, то есть вышла на IPO. Ну и вторая достаточно существенная часть задач – это все-таки методологическая задача, потому что методология, которая касается различных сфер деятельности юниора в России, она фактически отсутствует. Вот, и если вот так эти две задачи декомпозировать, то вот в части первой задачи какие проблемы решаются? Ну, во-первых, решается та проблема, которую поднял в своем выступлении Михаил Зацепин, это вот то, что касается, как объяснить неквалифицированным инвесторам, даже, может быть, они квалифицированы с точки зрения там критерий Банка России, но они не квалифицированы в конкретной отрасли, да? Что это за проект, собственно, какой у него потенциал, почему у него такая оценка, почему в него надо инвестировать и, самое главное, почему в него можно инвестировать. Производится, соответственно, тщательное изучение всех документов. Во-первых, на предмет соответствует критериям сегмента, к юниорам. Это оценка рисков, рисков, связанных с тем, как подготовлены проектные документы юниора. Не буду сейчас там в технику вдаваться, там проектно-сметная документация по ГРР и так далее. Важны лицензионные риски. Насколько в целом, вот тоже важный момент, многие, кто не знаком с отраслью, например, может не увидеть того риска, что до конца срока лицензии осталось, например, два года, а по проекту ГРР, да и с точки зрения здравого смысла, там еще работ проводить лет на 3,5, например, не считая защиты запасов ГКЗ и уже не считая еще и получения последующей лицензии на разведку и добычу. То есть есть налицо все риски того, что просто юниор может не успеть завершить работы, а, например, получение, продление лицензии, что прямо предусмотрено, например, законом о недрах, это все-таки длительная административная процедура. И прежде чем мы должны рекомендовать инвестировать в такую компанию, мы должны эти риски, естественно, озвучить, правильно их оценить и ожидать рекомендации. Вот. Что еще важно? Важно здесь, для биржи важно, чтобы после выхода на листинг проект он все-таки не падал, он все время там потихонечку рос, то есть вышло какое-то позитивное событие, он подрос. Вышло еще одно позитивное событие, он подрос, вышли запасы, он подрос кратно. И для того, чтобы этот механизм все-таки работал, очень важно на этапе, когда проект только выходит на листинг, найти правильный баланс между тем, какой объем капитала акций он размещает и как эти акции оцениваются. То есть здесь, опять же, есть некая такая полка двух концов, то есть денег привлекаемых должно хватить на те инвестиции в ГРР, который хочет получить юниор, в то же время он не хочет потерять контроль или хочет разместить какой-то пакет акций. Вот задача биржи здесь найти какой-то консенсус по оценке, для того, чтобы сказать, да, в эту компанию можно, нужно инвестировать, с учетом прочих равных, мы говорим, что по технической части все в порядке, чтобы уже в дальнейшем защитить инвесторов, например, от резких колебаний таких ценных бумаг уже на вторичном рынке. Вот, и для того, чтобы решить вот именно эту задачу, мы считаем, она одна из самых таких сложных. Мы сейчас в рамках совета сегмента, у нас организована рабочая группа, рабочая группа, в которую входит сообщество оценщиков, это и саморегулированные организации, и участники совета сегмента, оценщики. Совместно с геоконсалтинг-компаниями мы пытаемся создать документ, опять же, это документ nice to have, приближенно похожий на австралийские волны. Вот, для чего нам нужен такой документ? Чтобы оценщики, используя, по сути, одну и ту же унифицированную информацию о результатах геологоразведки, о тех работах, которые были проведены, тех выводах, которые сделали технические специалисты, подходили примерно унифицированно к стоимостной оценке компаний, которые хотят привлечь деньги, размещая свой капитал. Вот, это что касается методологии, соответственно. То, что, соответственно, Андрей затронул тему, тему того, что в совете сегмента присутствуют обязательно квалифицирующие агенты, собственно, которые на первом этапе входят в юниорные проекты, это является обязательным требованием для сегмента. И вот, во избежание конфликта интересов здесь, чтобы, соответственно, абсолютно независимая была оценка и дача рекомендаций биржи для дальнейшей процедуры, квалифицирующие агенты, которые находятся в капитале юниоров, они не голосуют в рамках принятия решений о рекомендации по дальнейшему листингу. То есть мы считаем, что вот этим моментом мы здесь полностью исключаем какое-либо негативное влияние в плане принятия решений. Ну и, наверное, по составу сегмента хотелось бы сказать, что из кого он состоит, это, во-первых, это представители финансового рынка, непосредственно мои коллеги Оксана Дерешева, Андрей Новиков, представители крупнейших оценочных компаний, которые занимаются стоимостной оценкой активов, это представители геоконсалтинговых компаний, соответственно, СРК, ныне СМТ, Таймси Монтан, это представители горнодобывающей отрасли, это Тамаль Санна Головина. Также в совете сегмента есть представители Банка России, и мы работаем над тем, чтобы максимально расширять, ну, конечно, не до бесконечных каких-то пределов, но, по крайней мере, чтобы были закрыты абсолютно все компетенции, которые требуются для того, чтобы мы корректно оценили каждый юниорный проект и дали абсолютно адекватные рекомендации для того, чтобы он дальше мог проходить по квалифицирующей процедуре. Да, и результатом, по сути, работы совета сегмента, вот и будет тот мостик между инвесторами, которые не до конца понимают специфику отрасли, но хотят проинвестировать, и теми юниорами, которые не до конца понимают специфику финансового рынка, но которые хотели бы привлечь деньги. И вот, по сути, совет сегмента выступает здесь таким арбитром, экспертом и органом, который отбирает, по сути, юниорные проекты. Спасибо. Александр. Я просто хотел про такой, знаете, инсайдом поделиться с вами, чтобы вы понимали, как конфликт интересов исключается. То есть вот летом Алмар проходил совет сегмента, и как раз коллеги из Росгеологии отказались допускать его, потому что у нас был старый отчет. И вот мы это признали, обновили отчет, на это ушло полгода и много-много денег. Но мы честно просто решили перед собой, в первую очередь, честными быть, но и, конечно, перед биржей, перед всеми участниками. Спасибо. Движемся дальше. О технической оценке юниорных проектов и о требованиях к раскрытию технической информации юниорам расскажет нам Андрей Твердов, технический директор АМС «Монтан». Пожалуйста, Андрей. Да, коллеги, еще раз добрый день. Мой доклад по вдугам будет развитием того, что говорил Александр Сергеевич в своей части доклада. Скажем так, являясь его составляющей, на мой взгляд, в какой-то степени более детализирующей вопросы, связанные с техническими именно аспектами, прилежащими раскрытию. Прежде всего, нужно сказать несколько слов, для какой аудитории предполагается раскрытие этих вопросов. Она делится на две составляющие. Сам совет сегмента, который, как вы услышали, говорила Оксана, является одним из этапов фильтра, этапов, скажем так, отсева с точки зрения снижения рисков уже инвесторов биржевых, чтобы все, скажем так, члены сегмента, совет сегмента, имели возможность на основе полученной информации сложить впечатление о объекте, учитывая, что не все, скажем так, в массе своей обладают отраслевым опытом, соотнести его, скажем так, с той информацией, которая раскрывается, и сделать свои выводы, что из себя представляет объект с точки зрения, как сказать, его потенциала развития. В том числе подтверждение финансовых показателей, которые будут характеризовать капитализацию объекта. Базовую капитализацию для оценки базовой уровня стоимости, последующий, скажем так, подтверждение листингом. И при этом нужно иметь в виду сам совет сегмента, он не замыкается на членах совета сегмента, есть еще и экспортный орган при совете сегмента, который также, как сказать, аккумулирует очень известных отраслевых специалистов с большим опытом, многих известных, так сказать, большинству отраслей известных, фамилии достаточно громкие. Это позволяет тоже, как сказать, повысить в конечном итоге выводы, их, скажем так, объективность для принятия решения по потенциальному эмитенту. Второй, скажем так, потенциальный потребитель этих данных, это, собственно, скажем так, биржевой инвестор. Как было сказано, действительно, в большинстве своем биржевой инвестор, он может быть очень далек от отраслевой специфики, но, тем не менее, он должен обладать возможностью независимого какого-то такого, пускай укрупненного взгляда на объект. Учитывая, что он, в том числе, может привлекать для принятия решений не только, как сказать, свой личный опыт, но и опыт экспертов отраслевых, которым также нужна будет определенная базовая информация для восприятия специфики объекта, его потенциала. Если мы говорим про круг вопросов, ну, наверное, вот этот формат этой площадки, он достаточно ограничен по времени, чтобы все детали сказать. Попробую, поэтому немножко ограничиться базовыми вещами. Базовые вещи следующие. Как говорила Оксана, в выборе, как сказать-то, руководящих принципов работы площадки, работы сегмента, и в том числе по отсеву потенциальных эмитентов, выбора приоритетных эмитентов, обобщался опыт международный. То есть здесь нет какого-то, скажем так, эксклюзива. То есть попытки создать велосипед не присутствуют. Однако, как совершенно сприво было сказано, важным моментом является то, что все-таки Россия обладает своим уникальным опытом из сырьевых проектов, объектов, скажем так, и процессов, регуляции их. И сам, в принципе, все любые документы, которые в мире существуют, будь то Волмин, будь то НСО-43-101, он, скажем так, создается на какой-то момент времени, и, безусловно, в будущем могут быть найдены, как сказать, оптимизационные вопросы, связанные по повышению качества документов, раскрывающие технические аспекты проекта юниорной стадии или стадии юниоров, входящих в EPC процесс. Справедливо совершенно делить круг вопросов и технических вопросов, которые раскрываются в зависимости от, собственно, стадии развития проекта. Если это поисковая стадия, это один круг вопросов, вернее, круг вопросов может быть идентичен, а вот степень детализации, она будет отличаться от юниора стадии, например, вхождения в EPC процесс. По совершенно понятным объективным причинам. Если же мы говорим про сам спектр вопросов, которые подлежат раскрытию, то он, в принципе, опять же, не уникальный, он опирается на мировой опыт. Если мы говорим про геологические аспекты, это основные геологические характеристики объекта, с точки зрения, во-первых, раскрытия его изученности, к какой стадии они относятся, результатов этой изученности, то есть масштабы месторождения или участка недр, характеристики сырья с точки зрения качественных характеристик средних содержаний, разброса средних содержаний полезного компонента, наличие вредных примесей, если информация присутствует. То есть то, что, в принципе, является не уникальным, но стандартным объемом вопросов, входящим при аудите по международным стандартам объекта недропользования. Говоря про горные факторы, горные, скажем так, аспекты, которые пролежат раскрытию, понятно, совершенно для восприятия инвестиционного потенциала объекта важно понимание методов добычи, которые предполагаются на объекте, если в стадии изученности позволяет делать по ним выводы. Основные характеристики – это масштабы добычи, то есть годовой добычи, масштабы, скажем так, границ отработки месторождения по глубине, по периметру, системы отработки, если это, в принципе, опять же, та стадия, которая имеет место быть, позволяет, как сказать, дать ответ на эти вопросы. Коэффициентов с крыши, то есть вот таких характеристик, которые, в принципе, для восприятия горной составляющей проекта, ну, как сказать, являются важными для первичной информации. Опять же, геологическая горная часть, она не ограничивает технический круг вопросов, подлежащих экспертизе, советом сегмента или независимыми оценщиками. Туда же входят экологические аспекты, важно понимание, что на площадке реализации проекта имеется основание вести хозяйственную деятельность, что нет особо охраняемых природных территорий, селективных зон, ограничивающих границей отработки, технологические характеристики сырья, извлечения, изученность вопроса технологического свойств сырья, тоже важно для понимания. То есть все, что по цепочке формирует понимание капитализации проекта и входит в стандартный круг оценки аудита проекта, минерально-сырьевого проекта по международным аспектам, оно так или иначе ретранслируется на тот круг вопросов, которые прилежат аудиту со стороны совета сегмента с его специалистов. Важно отметить, что на самом деле сейчас, вот как было с коронавирусом Сергеевичем, процесс идет в части некого обобщения глазовых ключевых характеристик, которые будут, как сказать-то, рекомендованы к предоставлению первичной информации и для раскрытия, публичному раскрытию. Хотя, в принципе, как я сказал уже, члены совета сегмента имеют большой отраслевой опыт и уже сейчас оно позволяет теми запросами, которые фактически не формализованы еще каким-то документом, пускай, скажем так, внутреннего пользования, вести работу по аналитике потенциальных эмитентов. Ну, вот по итогам, наверное, этой работы хотелось бы видеть документ, который будет базой такой, как своего рода методическими рекомендациями внутренними, а впоследствии они могут быть расширены, ну, до, как скажем так, пользования мне площадки биржа. То есть это никто, как сказать-то, в этом, я думаю, не будет возражать, учитывая, что это на благо отрасли в целом. Ну, вот примерно вот такой, как сказать-то, статус технического, требования к техническому раскрытию вопросов по объекту нерапользования. Деталей много, но площадка ограничена по времени, чтобы, как сказать, удаваться. Спасибо. Андрей, большое спасибо за содержательное выступление. Продолжить тему стандартов технической оценки горных проектов Сергея Шестак, который является генеральным директором компании CMT Consulting. CMT Consulting является преемником SRK в России. Пожалуйста, Сергей. Да, компания CMT Consulting – это преемник компании SRK. Соответственно, на рынке уже год, проект уже есть выполненный в работе, то есть мы такая новорожденные долгожители. Но, соответственно, по стандартам. Что можно сказать по терминологии? Потому что единого стандарта вообще в мире такой нет. Стандарта существует у нас только в Российской Федерации. Это ГОСТ, это постановление, 87-е постановление для горной отрасли. Это у нас федеральные нормы и правила. В принципе, в мире существуют у нас принципы и правила. Принципы – это они все объединены в группе стран. Это страна – это Крирска. У стран и регионов есть свои кодексы, соответственно, в соответствии с требованиями, свои же требования к публичной отчетности и к уровню технического исследования. Все понимают, что публичная отчетность – это результат каких-то работ, выполненных исследований. Но одновременно это также база для рыночности и массовой оценки проектов. Соответственно, кодексы у нас все разные, но их объединяет один принцип. Первое, на что бы хотелось обратить внимание, это у нас терминология. Терминология – это что такое минеральные ресурсы, что такое рудные запасы, какие есть стадии технико-экономического развития проекта. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы инвесторы во всем мире, где бы они ни находились, они понимали, о чем идет речь. То есть они понимали отличия между ресурсами и запасами. Соответственно, в терминологии есть небольшие отличия, но они основаны именно на этих принципах. И еще один такой немаловажный принцип для технической отчетности, для публичной отчетности – это раскрытие информации, материальности. То есть вся информация, которая влияет на результаты деятельности проекта, на финансовые результаты, она должна быть в отчете. То есть должны быть проведены технические исследования для того, чтобы локализовать эту информацию и нормально показать инвесторам. И, соответственно, по требованиям к техническим отчетам, по требованиям к публичным отчетам, у нас есть вот такие вот ряд – это Джорк 4301 и СК 1300 Гайд. Они тут расположены именно в порядке ужесточения требований. То есть вот видите, табличка, она, соответственно, сравнивает эти три кодекса. Первый момент – кодекс Джорк. Это тоже требование публичной отчетности, даже не требование принципа публичной отчетности. Он наиболее либерален. Он, соответственно, был подготовлен, составлен именно техническими специалистами, геологами, горняками. То есть он идет как единый документ. Последняя редакция Джорка, она уже содержит контрольный перечень вопросов в таблице 1. То есть она уже стала больше так ужесточаться. Но в любом случае кодекс Джорк, он позволяет творчески подходить к оценке. Следующие у нас два кодекса – это 4301 и СК 1300. Это уже готовились специалистами финансового рынка. Соответственно, они уже более жесткие и более понятные. То есть вот 4301 – это уже пул документов. Это, собственно, сам 4301 – это законы. Соответственно, пояснение к закону. Соответственно, форма 4301, F1 – это именно структура и содержание технического отчета. Именно она определяет. Соответственно, стандарты определения Канадского института горного дела – это, опять же, возвращаемся к терминологии. То есть любой кодекс, любые требования к технической отчетности, они должны содержать стандарты определения. И, соответственно, руководство Канадского института горного дела металлургии. Это можно сравнить, ну, наверное, с методическими рекомендациями ГКЗ. Это лучшие практики, методические рекомендации ГКЗ. То есть это тот опыт геологов, гордобывающих компаний, который, в принципе, консолидирован в этих документах. Следующий у нас по жесткости – это у нас СК-1300. Это Security Exchange, это североамериканский рынок. Он буквально совсем новый, 20-й год. Соответственно, тут уже не принцип. Это кривское, а тут уже правило. Эти правила у нас что? В чем вообще в терминологии разница между принципом и правилом, стандартом? Принцип. Ты следуешь, правила ты выполняешь, стандарт – это уже шаг влево, шаг в право – это расстрел, это ГОСТ. Соответственно, здесь у нас уже СК-1300 основан на правилах. Соответственно, какая-то свобода действия, оценки суждений, она сокращена. И здесь же уже четко прописано в деталях содержание технического отчета. И еще-то необходимо заметить, что есть уже юридическая ответственность как человека, который подписывает технический отчет, так, соответственно, юридическая ответственность за раскрытие информации, именно технической информации. То есть вот сейчас на рынке, вот они существуют, три таких жестких, три подхода. Ну, вот 43-101, он все-таки, он помягче, но в то же время он более структурирован, более понятен, чем Джорг. Соответственно, вот вы видите, вот стандарты технических исследований, это уровни, это у нас по международному подходу, это отчет по ГРРЭ, экспорейшн, репорт потом идет скопинг, стадия перфессибилити, стадия фессибилити. Ну, у нас, в России у нас следующая стадия, это ТЭО временных кондиций, подсчет запасов, ТЭО постоянных развязочных кондиций. Ну, и по классификации 2018 года, ККЗ, это решили объединить временные и постоянные кондиции, это ТЭО кондиции, подсчет запасов. Ну, и стадии проектирования, это ТЭО ТЭР, ТЭР, такое облегченное ТЭО. Соответственно, проект, это обычно 87-е постановление, но и рабочая документация. Чтобы бы, да, отметить, что у нас единого стандарта для исследований различного уровня нет. Соответственно, сейчас, в консалтингах, компаниях, это содержание технических отчетов, они должны максимально соответствовать именно международным кодексам. Но при этом, хотелось бы отметить, единого стандарта, в компании, соответственно, они сами делают, разрабатывают методики, конкретно чек-листа, опросники, именно для того, чтобы понимать, сделать гап-анализ и понять, где находится проект, на какой же стадии. На стадии скоппинг-стадии или на стадии прифсибилити-стадии. Потому что это тоже немаловажный вопрос. По разным техническим направлениям, грубо говоря, геомеханика, гидрогеология, горное дело, стадия развития проекта, она может быть различна. На каком-то уровне она соответствует скоппингу, в самой первой стадии, на каком-то, или даже отчет ГРР, на какой-то стадии она уже более развита. Соответственно, исключение, как я уже говорил, это у нас СК-1300. Это у нас уже он не на принципах основан, а на правилах. И необходимо также отметить, это у нас нет гармонизации между российским подходом развития проекта, стадии развития проекта технического и международным подходом. То есть, никто, если работа по гармонизации, классификации ресурсов и запасов, там, С1, С2, может, это не гейтет, она была проведена, то вот именно вот здесь, в этом моменте у нас пока еще ничего не сделано, и тут каждый понимает в меру своей квалификации. Это момент такой. Ну и следующий, да, вот что касается юниора, это у нас стандарт технических исследований. Это отчет по результатам разведки, это у нас самый первый этап. Там к нему, к отчетам по результатам разведки существуют требования во всех кодексах, и вот из этих требований вот мы выбрали с нашей точки зрения наиболее такие ключевые моменты. То есть первое что? Первое это любая информация, относящаяся к рисукообъекту разведки, к результатам разведки, должна быть выражена таким образом, чтобы ее невозможно было представить или толковать как оценку минеральных ресурсов или рудных запасов. Что это значит? Это опять же терминология. То есть если человек читает в техническом отчете или в проспекте, минеральный ресурс он понимает это одно, если он считает что там запас, он понимает что это другое, а если он понимает, считает что там exploration target или перспектива какая-то, он понимает что это третий. Это именно вот этот момент именно в публичных технических отчетах именно для неквалифицированных инвесторов, чтобы не было смешения понятийного аппарата. Соответственно как количество материалов, так и содержание полезного компонента должны выражаться в виде диапазона. Опять же терминология, опять же понимание есть у нас вот почему на западе не говорят подчет запаса, всегда говорят оценка, потому что подчет это калькулятор 2 плюс 24, оценка допускает уже какую-то погрешность. Здесь на отчете на этапе ГРР это уже у нас диапазон. Ну и соответственно тут же также идут ключевые один из ключевых моментов. Должно понять, должно быть понимание у неквалифицированных людей это на чем основаны прогнозы и прочее. Или же он на данных факта, фактически проведенных развод, работ, то есть, или же на предполагаемой программе ГРР. То есть, это чтобы было у людей и инвесторов понимание, что это ожидание юниора или уже результат полученных работ. Ну и здесь уже описание скопинг-стадии фсибилити это в принципе все давно уже знают. Скопинг-стадии это понимание выстрелит проект или не выстрелит, будет результат или не будет. Это как раз первая стадия технико-кономической оценки. На этой стадии только появляются ресурсы, а при фсибилити это рассмотрение нескольких вариантов, а фсибилити это детальное изучение уже одного варианта. Ну и последняя стадия это вот как раз руководство, которое принято это конкретно АУЗИМ, то что используется в нашей компании тоже в работе, это лучшие практики, это гайды. Это слева это оценка бортовых содержаний, потому что это тоже надо понимать, бортовые содержания бывают разные, их бывает много для комплексных руд, для маноминеральных руд. Соответственно вот есть руководство по оценке операционных затрат, соответственно тоже немаловажная часть, потому что бортовые содержания зависят именно от оценки затрат, но и здесь гайд это по оценке минеральных ресурсов, где лучшие практики, контроли качества, прочее, прочее, многие технические моменты. Спасибо. Сергей, большое спасибо за ваше выступление. Далее микрофон мы передаем Станиславу Новикову, который возглавляет департамент оценки компании ФБК и Станислав нам расскажет об оценке стоимости юниорных компаний. Пожалуйста, Станислав. Добрый день, коллеги. Ну, достаточно много здесь упоминалось уже об оценке компаний и вот в развитии того, что сказал Александр и предыдущие мои коллеги, была попытка посмотреть на эту ситуацию, на эту историю с точки зрения требований действующего законодательства по оценке. Что у нас на сегодняшний день присутствует. То есть оценочная деятельность регулируется федеральным законом об оценке, федеральными стандартами, ну и также применимы международные стандарты оценки. Основной из стандартов по оценке бизнеса, в том числе применяемый в настоящее время для юниорных компаний, это, собственно говоря, федеральный стандарт номер 8 по оценке бизнеса, который был разработан достаточно уже давно, но применяется до сих пор и, собственно говоря, уже сложилась практика применения тех или иных подходов к оценке компании. Ну вот они представлены слева, это затратные, доходные и сравнительные подходы, как основные. Каждый из них содержит свои еще внутри подходов, свои методы к оценке, их может быть намного больше, здесь отражены не все, ну скажем так, только основные, которые максимально применимы при оценке бизнеса в текущих условиях. Что нам говорит затратный подход, то есть это пункт 11 ФСО 8, что затратный подход, как правило, в оценке бизнеса носит, скажем так, ограниченное применение, потому что зачастую, это действительно так, и это принято в практике, затратный подход не отражает потенциальную стоимость компании с учетом всех выгод экономических, которые может принести инвестору. В затратном подходе, как правило, применяются два метода, это метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Далее идет доходный подход, как основной, это метод DCF, естественно, построение финансовой модели, и он основан в первую очередь на наличии информации о прогнозе в отношении будущих доходов и выгод компании. Максимально применимый метод в оценке бизнеса, не только юниорных компаний, но и в принципе в оценке любого действующего бизнеса, поэтому это, скажем так, один такой из фундаментальных подходов к оценке. Есть еще сравнительный подход, делятся тоже на две части, метод рынка и метод сделок. Чем отличается метод рынка, основан на анализе биржевых котировок, как правило, дает результат оценки на неконтрольной стадии, метод сделок, как правило, это сделки 50+, либо полное приобретение 100% контроля над компанией. Здесь очень важный момент является то, что применение сравнительного подхода, ну, даже не только к юниорам, но и в принципе к действующему, любому действующему бизнесу, носит достаточно ограниченный характер. Почему? Потому что, в общем, нужно соблюсти много условий и самое главное применить и понять сопоставимость компаний аналогом с нашим объектом оценки. Вот, собственно говоря, там три основных подхода к оценке, в рамках них методы, которые применяются в соответствии с действующим законодательством, которые соответствуют федеральным стандартам, ну и применяются в практике. Далее на слайде я отразил, ну, скажем так, практику применения в отношении юниорных компаний. Но она такая неоднозначная. Далее я еще скажу. Затратный подход. Есть информация, как правило, в отношении стартапов, предприятий на начале стадии развития, когда информация об активах и обязательствах компании точно известна, ее можно определить, активы и обязательства можно оценить, ну и, соответственно, определить стоимость собственного капитала компании. Но, как правило, ну, скажем так, как я уже и ранее сказал, что затратный подход носит ограниченный характер, здесь он может быть применим в не очень радостных, скажем так, ситуациях, когда есть ликвидация, когда есть банкротство. Еще один из вариантов – это выход миноритария или участника из проекта на начальных стадиях развития компании, когда доходы, в общем-то, не могут быть определены, либо по ним есть большие риски, есть только информация в отношении активов и обязательств. Тогда, возможно, тоже подход именно по оценке по чистым активам. Здесь надо отметить, что такой подход в том числе, ну, скажем так, поддерживается законодательством, да, то есть, закон об акционерных обществах, 75-76 статья, предусматривает выход миноритария при условии несогласия с действиями менеджмента акционеров, и он может предъявить свою долю к выкупу. Так вот, даже на законодательном уровне, по-моему, пункт 6-76 статьи говорит о том, что стоимость выкупаемой дом не может превышать 10% от чистых активов компании. Ну, наверное, это сделано не случайно и, в общем-то, направлено на защиту стратегического инвестора и действующих компаний и продолжение деятельности даже в случае возможных недружественных действий миноритариев. Это, что касаемо затратного подхода. Что касаемо доходного подхода, он может быть применим, когда, ну, вот мои коллеги предыдущие ораторы говорили, в отношении в тех случаях, когда есть достаточной информации в отношении запасов, ресурсов, когда мы можем спрогнозировать, когда же начнется производство, добыча, обогащение, выпуск готовой продукции и, соответственно, дальнейшая продажа. Вот, если такая информация есть, она присутствует, то можно, собственно говоря, строить DCF, строить финансовую модель и, соответственно, оценивать компанию тем самым, так называемым, фундаментальным подходом к оценке. Как на практике? На практике достаточно не всегда бывает достаточно много объективной и достоянной информации в отношении запасов, либо они могут быть только предварительно оценены. В этой ситуации, ну, вот мы там на практике своей рекомендуем применять, ну, как минимум два сценария развития событий. При этом рекомендуем воздерживаться от таких оптимистичных оценок по, там, стадии по добыче, по объему запаса, по продажам, по выходу на начало производства и концентрировать свое внимание, там, ну, либо на умеренном, возможно, на консервативном сценарии. Это первый момент. Второй момент, важно, когда получаешь результат оценки, то давать некий диапазон стоимости, то есть, это не итоговая одна единая величина, а все-таки некий диапазон, там, плюс-минус 10 процентов, ну, точно допустимый, при этом это также поддерживается федеральными стандартами оценки, чтобы можно было, ну, скажем так, понимать вот интервал значений, в рамках которого может находиться принятие решения по инвестиции. И еще один немаловажный момент тоже применяется, и в принципе здесь он тоже может применяться, это анализ чувствительности. Когда вы получаете на основании того или иного расчета, сценария, финансовой модели, итоговую оценку стоимости, очень желательно протестировать ее на изменение, итоговую стоимость, на изменение основных входящих параметров, ну, как-то там цены продажи готового уже продукта, инфляция, курс и ставка дисконтирования. Ну, вот такие основные моменты, которые, ну, в первую очередь должны проверяться, чтобы пользователь отчета и пользователь информации по результатам оценки имел представление, куда шагнет или коснет отклониться стоимость при случае, если ставка дисконтирования, например, будет отличаться там на 1%, или курс доллара повысится, или цены упадут. Очень полезный механизм и для инвесторов, и для собственников, и для потенциальных инвесторов, когда можно вот этот анализ чувствительности иметь перед глазами и видеть, насколько итоговая стоимость чувствительна к тому или иному параметру. И, соответственно, дальше уже взвешивать свои риски, да, то есть, если там курс доллара отличается на 1 рубль и при этом стоимость там сильно падает при этом, да, или наоборот растет, да, то мы понимаем, где находятся наши риски. Это доходный подход. Далее идет сравнительный подход, но с точки зрения юниоров это вообще такая отдельная тема. Здесь самое важное что? Это наличие развитого рынка. Чем больше мы имеем доступной открытой рыночной информации по аналогам, сопоставимым аналогам, тем, скажем так, быстрее и качественнее мы можем сделать хотя бы предварительное осуждение, где находится стоимость акций, доли или компании, которая нам интересна с точки зрения инвестиций. К сожалению, как я уже сказал, это достаточно приблизительные оценки. Как правило, оценщики используют сравнительный подход для того, чтобы вывести диапазон стоимости, который основан как правило на анализе мультипликаторов по сопоставимым компаниям аналогам, выводим мультипликаторы, определяем диапазон, медиану, дальше этот диапазон результатов значений, как правило, используется для того, чтобы проверить результат оценки компании другими подходами, то есть там, как правило, доходный подход или затратный. Если мы, скажем так, результат доходного укладывается в диапазон, то мы считаем, что в принципе мы сделали оценку корректно, ну, при прочих допустимых, допущениях, ограничениях, которые присущи особенно инвестиционным проектам. собственно говоря, это такое, кстати, так для интереса, вот, есть запасы, там, и видом к запасам, ну, по одному из наших там предыдущих работ, правда, больше всего на рынке это золото, да, золотодобывающих компаний, и здесь уже об этом говорилось, но если есть какие-то редкоземельные металлы, кобальт, никель, платина, эту информацию практически не достать, вот, а если достаешь, то достаточно трудно найти и сопоставить аналоги, а если даже и сопоставил аналоги, дошел до этой стадии, то мультипликаторы отличаются просто в разы, ну, то есть там диапазон от 5-6 до 30, да, и вот как принимать решение вот в таком диапазоне, это, в общем, такая задача не для слабонервных, что называется. Какие проблемы, да, в данном случае применение, ну, так в общем, да, по подходам. Затратный подход может быть применим, известны активы, известны обязательства, посчитать можем. Основная проблема, инвестор не понимает, почему такая стоимость, потому что, как правило, на уровне затратного подхода мы определяем минимальную стоимость, если она вообще будет минимальной, а то иногда там она может уходить в отрицательные значения, потому что, как правило, на там начальных стадиях активы компании составляют в основном затраты на разработку, а в пассивах обязательства перед подрядчиками, перед банками, перед инвесторами, и если мы будем считать собственный капитал, то он может вообще уйти в отрицательную зону. Вот, Поэтому, да, мы с этим согласны, не спорим, да, как профессиональное сообщество оценщиков, и там крайне редко пользуемся затратным подходом именно по этой причине. Доходный подход, наш фундаментальный, наиболее распространенный, более рекомендуемый, применяемый. Все хорошо, но, вот как уже многие ораторы передо мной говорили, основная проблема – наличие запасов, доказанности этих запасов, экономической целесообразности излечения запасов, ну и так далее по всей цепочке, по плану производства. В связи с чем результаты доходного подхода тоже ставятся коллегами под сомнение, да, то есть, ну, как минимум, это может быть субъективная оценка, как минимум она несет в себе достаточные, в том числе и технические, геологические риски реализации той или иной модели. Вот, поэтому здесь вот именно очень большая проблема в этой части. Ну и сравнительный подход, как я уже сказал, основная проблема – это не развитость рынка, недостаточной информации, закрытые сделки, то есть, объективно оценить и определить стоимость только на основании сравнительного подхода, там, как правило, невозможно. Что в этой ситуации по результатам больших споров, обсуждений неоднократных между собой, с сообществом, проведения конференций на эту тему, что мы решили сделать? Ну вот Александр уже, забегая вперед, сказал про это. Мы сделали техническое задание на разработку, ну, скажем так, я его пока назвал методики оценки юниорных компаний. То есть, это документ, который сейчас в планах содержит две части. Первая часть – это техническая часть, основана на том, что, ну, скажем так, правильно подготовить, предоставить, раскрыть ту или иную техническую информацию, описание этапов, стадий ГРР. Очень важно, особенно для, там, оценки, на какой стадии находится, какой этап проходит. Это влияет на риски, это влияет на ставку, а, соответственно, это влияет на стоимость компании, которую мы дисконтируем, применяя эту ставку дисконтирования. И одним из самых важных моментов, ну, для нас, как для оценщиков, является вот пункт 5, там много пунктов, это далеко не все. Вот, это подготовка, ну, скажем так, некой матрицы геологической информации по этапам для, ну, скажем так, для подготовки геологоэкономической информации. Что мы имеем в виду? Ну, если коротко, то это подготовка информации для того, чтобы можно было понять план производства, добычи, обогащения и продажи. Это очень важная информация, которая, собственно говоря, ложится в основу того вот метода DCF доходным подходом. И вот на этой стадии мы переходим именно к оценочной части. Вторая часть этого документа – это оценочная часть. И, собственно говоря, она призвана, первое, проанализировать лучшие практики, и российские, и международные, понять и обосновать возможные минимальные требования, когда мы можем, в принципе, делать оценку юниорной компании. Какие подходы можем применять, как мы можем их обосновать, да, как мы можем и в той или иной стадии, компанию, находящуюся на той или иной стадии, подобрать ей соответствующий аналог, если он может быть, да, чтобы предоставить максимально четкую и правильную информацию для инвестора. Ну и, соответственно, обоснование применения того любимого доходного подхода, обоснование применения диапазона или интервала стоимости, требования к раскрытию информации об оценке в отчете и, соответственно, квалификации оценщиков, которые работают вот по тому или иному проекту оценки юниора. Это вот основные требования. Мы, рабочая группа работает над этим документом, мы планируем, Андрей, поправь меня там к концу сентября, наверное, в сентябре получить уже предварительные результаты на обсуждение внутри совета, на обсуждение с профессиональным сообществом, чтобы уже, ну, далее двигаться в этой части. Ну и, собственно говоря, это такое, наши цели, они светлые, прекрасные, да, то есть это стандартизация и подготовка представления технической информации, стандартизация методологии стоимостной оценки, развитие открытого рынка компаний. И мы надеемся, что немаловажно для всех оценщиков, аналитиков, это, собственно говоря, накопление и представление базы данных по сделкам, возможным сделкам и торгам, чтобы эта информация была доступна там максимально потенциальному широкому кругу инвесторов. Ну вот, собственно говоря, наши задачи, надеюсь, мы их достигнем и, в общем, выполним нашу миссию на максимально хорошем уровне. Спасибо большое. Аксан, позволь, просто небольшой комментарий еще дам. Просто, ну, присутствует большое количество экспертов в отрасли, которые понимают, что оценивать компании на, там, особенно ранних стадиях, в принципе, очень сложно. Для чего мы делаем эту работу? Чтобы какая бы оценка ни была, она была сопоставима именно с точки зрения тех стадий, на которых находится проект. Чтобы не было такого, что один проект, например, там, с ресурсами низких категорий оценивается одним методом, другой проект, который заходит так же, там, хочет выйти на биржу, оценивается иными методами. Либо часть информации в каком-то проекте учитывается, в другом проекте она и такой информацией пренебрегается. Вот, собственно, ради этого. А баланс, ну, сколько должна стоить компания, ну, вопрос такой вообще, там, риторический, который в целом будет определен результатами листинга. Вот, как бы, вот для чего эта работа проводится. Для того, чтобы именно защитить интересы инвесторов и исключить какие-то случаи, когда, там, заведомо переоцененная компания выходит на рынок. Ну, в общем, вот для этого это делается. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Станислав, Александр. Мы продолжаем. И слово я хочу передать Тамаре Головиной, которая является экспертом России по недропользованию. Возглавляет дирекцию по технологиям и совместным проектам управляющей компанией Полиметалл. Пожалуйста, Тамара. Коллеги, да, я постараюсь коротко рассказать, зачем мейджорам, стратегам, юниоры и зачем вот этот юниорный сегмент на бирже. Просто, значит, компания Полиметалл, да, это 10 предприятий по всей России, Дальний Восток, Казахстан. Но и это 10 фабрик, которые нужно кормить рудой, да, и я всегда обращаю внимание на всех этих показателях, на маленький график, вот плохо видно внизу, в левом углу. Это, собственно, график производства металла ежегодный, который уже на протяжении многих лет остается примерно на одном уровне. Это там 1,5-1,6 миллиона функций условного металла. Это примерно 50 тонн условного золота в год, да, который производит Полиметалл. И этот показатель не меняется и не менялся в прошлом году, то есть он чуть-чуть потихонечку растет. И в этом году план остается таким же, то есть это, с одной стороны, демонстрирует устойчивость компании в ее производстве, а с другой стороны, это вот 50 тонн золота, да, в нашей классификации это крупное месторождение золота, которое нужно каждый год восполнить для того, чтобы этот уровень поддерживать. И для этого, собственно, в компании ведется очень интенсивная, собственно, гелогоразведка. То есть это порядка 100 гелогоразведочных проектов в год ежегодно ведет Полиметалл, собственно, организуя эти работы своими силами. Инвестиции, да, тут представлено тоже, они меняются год от года, где-то около 100 миллионов долларов примерно там меняется. Но нам этого мало, мы хотим расширить фронт работы, и поэтому, собственно, и сотрудничаем с юниорами. Такая системная работа с ними, направленная на привлечение юниоров, началась в 2018 году. Сейчас в пакете 10 проектов совместных, и порядка уже 40 миллионов долларов вложено. Но что-то надо же сказать, да, что у нас тоже есть определенная емкость, и инвестиционная, и организационная. То есть, в принципе, изначально, когда мы это начинали, у нас была как раз цель где-то 10 проектов. Если один из них, один или два, окажутся успешными, мы будем считать, что эта деятельность оправдала себя. То есть сейчас мы, по сути, как бы как раз заполнили вот этот планируемый пул проектов. И, на самом деле, даже думаем, будем ли мы в этом году проводить конкурс, либо мы будем просто точечно смотреть какие-то проекты. Какие проекты, ну, не буду тут останавливаться, они разные, да, то есть смысл этого слайда в том, что они разные. И разные по своей структуре участников и по своим целям. И какие проекты интересуют полиметалл, конечно, интересуют те проекты, которые соответствуют стратегическим целям компании. В первую очередь, это проекты, которые находятся недалеко от перерабатывающих комплексов и могут стать дополнительной ресурсной базой. И в этом случае наши ожидания довольно могут быть скромные. Там и 8, и 10 тонн условного металла. Если мы говорим про какой-то новый регион, то здесь, конечно, аппетиты намного выше. И здесь нас интересуют крупные, даже, я бы сказала, уникальные месторождения. И на что мы обращаем внимание, это в первую очередь на обоснованность геологической идеи, на ее, в принципе, наличие и на команду. Да, то, о чем сегодня тоже много говорили. То есть команда должна, а, верить в свою идею, и, б, уметь ее реализовать. То есть у нее должны быть соответствующие компетенции, которые позволят реализовать этот проект. Да, у нас есть, собственно, на сайте форма, которую можно заполнить. Там есть все необходимые пояснения, как должна выглядеть презентация и так далее. Там ничего такого прям сложного нет. И вот слайд со статистикой, который мы как бы собрали за эти годы. Вот у нас там 116 заявок было рассмотрено, 11 так или иначе выбрано. Что здесь хотела обратить внимание, что большая часть тех проектов, которые мы проинвестировали, они были даже без лицензии. То есть мы вместе с юниорами получали лицензию. Я не могу сказать, что нам это понравилось. То есть это очень сильно замедляет сроки. То есть нам хотелось бы намного быстрее, так сказать, прокручивать эти проекты и работать вообще с проектами более высоких стадий, нежели это прогнозы поиски. Но, тем не менее, столкнулись вот с такой реальностью. И вот то, о чем говорил Андрей вначале по поводу фондов. То есть мне кажется, это вообще как бы сейчас прям запрос, который нужен, потому что эти проекты, их просто нужно немножко подрастить. То есть они есть. Есть команды, есть компетенции, есть идеи, но они просто не готовы к тому, чтобы выходить на биржу или даже приходить вот к нам. То есть мы как бы взяли в данном случае на себя такую роль акселераторов. Но еще раз говорю, не могу сказать, что мы прям довольны этим и хотели бы так продолжать. И более того, вот то, о чем говорили вначале, что предполагается, что 80% проектов с биржи будет выкупаться мейджерами. Но это действительно так. То есть полиметал готов покупать проекты в высокой степени подготовленности по рыночной стоимости. И, собственно, наверное, полиметал одна из, может быть, больше всех совершил покупок за последние 10-15 лет. Это была одна из компонентов стратегии. То есть вот эти 50 тонн, которые там, прироста, которые я показывала, это не только результаты собственной разведки, это и приобретение тоже. Соответственно, чем больше будет проектов хороших и разных, тем лучше в том числе и полиметалл. Вот, кроме этого, мы считали, да, собственно, затраты на, так скажем, прирост одной унции условного металла, который получен собственной гологоразведкой и за счет приобретений. Ну, там ответ очевиден, приобретение дешевле ощутимо. И более того, это быстрее, да. То есть и вообще-то основные компетенции горнодобывающей компании это добыча, переработка, извлечение, продажа, да. То есть это далеко не поиск и не разведка. И то, что горная компания занимается этим, это не от хорошей жизни, а как раз от того, что просто нет возможности приобретать на рынке активы, да. Соответственно, появление биржи и какого-то профессионального, цивилизованного рынка проектов только на руку. И поэтому, собственно, я здесь, да, отчасти, да, и будем по возможности поддерживать. Вот, ну, собственно, да, как я уже сказала, что мы будем смотреть проекты, но уже, может быть, там, более точечно, чем мы это делали. То есть до этого у нас несколько лет был вот тот самый, то, что мы назвали конкурсом, и было, ну, как бы, мы обязательно выбирали какой-то проект в итоге, два или три для инвестирования, то вот теперь, как я уже сказала, у нас емкость уже ограничена. Возможно, что мы будем более избирательно подходить, более точечно к этим проектам. Ну, вот, собственно, у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Тамара. Андрей Новиков хотел еще добавить. Так, коллеги, я буквально на минуту хотел уточнить, что вот Мария как раз сказала про возможности вне биржевого размещения. И вот у нас Алмар имеет такой опыт, как раз с помощью платформы СТРК. Называется она сейчас Раунс. Это инвестиционная платформа. Вот генеральный директор и основатель сидит здесь, в такой яркой желтой рубашке, Антон Утехин. На самом деле, с точки зрения возможностей, там тоже масса возможностей существует. В частности, компания уже реализовала СПАК-компанию, то есть ту же самую шелл-компанию, когда вы сначала инвестируете, а потом можете вкладывать в объект инвестиций. И активно работает с Банком России. И мы надеемся, что это как раз тот механизм, который в будущем позволит нам ускорить процесс весь инвестиционный. От формирования фондов, которые привлекают средства на репутации участников рынка, уже успевших провести успешные, ну, реализовать успешные юрные проекты, до непосредственно уже публичного листинга и дальше вторичного обращения этих бумаг. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые участники третьей сессии. У нас в зале остались вопросы? Или мы настолько детально все рассказали, что вопросов нет? Либо есть повод поговорить за бокалом шампанского? Большое спасибо. Позволите представиться. Юлия Бойко, компания GreenRock. Я бы хотела спросить, не могли бы вы поподробнее рассказать о требованиях в части ESG? Сейчас эта тема как-то немножко плавает, попритихла. Ну, у меня вопрос по Фрейду. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Как таковых требований к ESG в рамках сегмента мы не предъявляем, но при этом мы отлично понимаем, что любое извлечение полезных ископаемых требует бережного отношения к окружающей среде. И, собственно, наш потенциально первый юниор, компания Almar, также уделяет этой проблематике очень много внимания и имеет специальный раздел в своем годовом отчете, в котором четко описывает и компоненту, связанную с экологией, и компоненту, связанную как раз с социумом в рамках Республики Якутия, где функционирует этот имитент. Поэтому это лучшие практики. Они остаются рекомендованными Банком России для всех публичных компаний, но следуют им компании добровольно. Не из-за того, что есть какие-то требования, либо в белой книге что-то содержится. Спасибо. Я еще, знаете, хотел акцентировать, что в ESG есть, на самом деле, третья буковка G, которая называется governance. То есть это, собственно, нормы корпоративного управления, которые как раз и решают проблему защиты миноритарных акционеров. Потому что ключевое отличие биржевого юниора, которое, собственно, и позволяет нам создавать дел флот, то есть вот эту воронку заявок. Фактически мы можем фактически все юниорные проекты затащить на биржу, потому что ключевое отличие это сохранение контроля основателями, которые берут на себя риски. И вот вы видели, да, в пич-презентации все эти люди поменяли теплые кресла в больших компаниях на грубую стоимость стульев. В этих компаниях. Поэтому это, с одной стороны, привлекает их, а с другой стороны, контроля нет, поэтому нам нужно обеспечить защиту. И вот эта вот буква G, governance, как раз и гарантирует, максимально защищает биржевых миноритариев от всяких недружественных действий со стороны основателей. Спасибо. Ну, то есть углеродные единицы считать, вот это вот все не нужно. Это же все равно повестка остается. Какие тенденции вообще в России сейчас? Да. Это скорее уже другая история. Требований пока таких нет. И это остается уже на усмотрение самих компаний. Они слишком маленькие еще для того, чтобы считать углеродные единицы, на мой экспертный взгляд. О как, спасибо. Еще вопросы есть у нас в зале? Я, пожалуй, даже комментарии, наверное, оставлю, а не вопрос, как представитель финансового сектора и общаясь с теми самыми квалифицированными частными инвесторами, обратил внимание на два вопроса. Представлюсь Гуральевский Юрий, цифроброкер. Обратил внимание, что у клиентов, во-первых, есть потребность в новых именах на фондовом рынке. Да, у нас на нашей бирже, что с Санкт-Петербургской, на Московской достаточно мало компаний, в отличие от развитых рынков. И есть прям потребность в новых компаниях. И второй момент, который бы хотел отметить, о том, что у наших клиентов в России есть деньги, поэтому мы ждем, как инвесторы, как те люди, которые работают с компаниями, выходите на рынок, и это вас ждут. Вас ждут частные инвесторы. На этой позитивной ноте есть предложение закончить и перейти к фуршету. Спасибо большое всем, что были сегодня с нами. Большое спасибо, уважаемые коллеги, за ваши интересы. Продолжение следует...